всем привет с вами снова алина и сегодня на моем канале будет видео распаковки посылок и еще ни разу на моем канале не было подобного видео тем интереснее будет попробовать это в первый раз вообще раньше я не могла снимать видео распаковки потому что сразу как я только выходила с почты я начинала потрошить все посылки даже не доходя до дома но сегодня так случилось что у меня осталось целых три посылочки целыми невредимыми оцените просто мою железную силу воли что это здесь тут разная барахлишечка тут даже больше всяких вещей чем я ожидала я почему-то думала что тут максимум что-то одно будет во-первых здесь две упаковочки резиночек invisible богу в общем вот этих резиночек которые не заламывают волосы я их обожаю я очень рада что мне их прислали потому что если я не ношу их на голове то я их обязательно наношу на руке не знаю мало ли думаю может когда-то мне понадобится собрать волосы хвост и кстати я вам соврала это не invisible бабу ну в общем вы поняли то название которое я имела ввиду это beauty bar короче тут одна упаковочка прозрачных резиночек а вторая вот таких вот три цвета тут белый бежевый и бирюзовый fashion визуально во всяком случае они не отличаются от тех резиночек о которых я имела виду в начале блин это то что мне нужно потому что их постоянно теряю вот реально куда деваются резинки из моего дома непонятно какой полтергейст их крадет неизвестно еще в посылке пришел вот такой вот мимимишный я не люблю это слово но это как раз таки про этот бальзамчик про эту упаковку это увлажняющий бальзам для go beauty bar банан сейчас мы его понюхаем мне же надо убедиться что он пахнет бананом у него есть ушки одно уж кого рвать коробочку жалко вот так вот выглядела упаковка пока я не порвала ее сбоку посмотрите какие ушки прикольные и он кстати тоже от фирмы beauty bar выглядит как такое вот желтое яичко мне кажется это какой-то заказ под корейскую косметику по форме по упаковочке блин запах банана приятненький и у него есть братик и этот бальзам зелененький только он с ароматом ананасы сейчас я это проверю да он пахнет ананасиком и причем знаете не таким ананасом который вы покупаете в супермаркете а пахнет ананасовой карамелькой которую дают обычно там в каких-то парикмахерских в ресторанах с счетом в общем он пахнет ананасовой карамелькой состав у него такой же только тут ароматизатор ананас в принципе достаточно натуральный неплохой состав. И посмотрите, какие у него милые ушки, такие же, как у предыдущего. Короче, я уверена, что этой милотой я буду пользоваться, и я очень рада, что мне прислали таких вот красавчиков. Сиська-спонж! Это не я придумала это название, но это действительно так. И, насколько я знаю, это спонж для нанесения тонального средства. Его преимущество в том, что он абсолютно не впитывает в себя тональное средство, то есть он его просто разносит по вашему лицу. Вот так вот выглядит упаковочка. Это тоже фирма Beauty Bar. Они как специально начинают делать ремонт еще громче и интенсивнее. И выглядит он действительно как такие вкладки в бюстгальтер. Когда вам нужно замаскировать что-то точечно, какое-то покраснение, то им очень удобно нанести там консилер. Но, блин, это реально вкладыш в лифчик. Чувствую себя немножко неловко. И последнее, что у нас в этой коробочке, это Beauty Blender. Причем, я думала, что это оригинальный Beauty Blender, потому что тут производитель США, а название у него Beauty Bar. То есть это как бы Beauty Blender, но не Beauty Blender. Этот мужик с перфоратом, кажется, издевается надо мной. Так, сейчас я его открою и потискаю. Слушайте, да. Он не похож на вот эти, знаете, дешманские спонжики с Алиэкспресс. Он именно действительно на ощупь такой же, как оригинальный Beauty Blender. Прикольно. Вообще, вы знаете мое отношение к Beauty Blender. Единственное, когда точно нужен Beauty Blender, это если у вас на лице есть какие-то шелушинки, и поверх них тональник наносится лучше всего именно влажным Beauty Blender. Это факт, и с этим я, конечно, спорить не буду. Так что эта посылочка пустая, я перехожу к другим. И открываем вторую посылочку, точнее это какой-то такой пакетик. Алина, профессионально уничтожаю ваши посылки за деньги. Да, я угадала, что здесь, и здесь у нас волосы. Вы, наверное, спросите, зачем мне волосы? Но дело в том, что, если честно, когда мне написали представители вот этого бренда, я сначала хотела отказаться, но потом вспомнила, что у меня есть младшая сестра, которая работает с волосами, она у меня стилист-парикмахер, и ей это будет очень нужно, но протестировать я, конечно, первое буду на себе. Они, кстати, длинные. Они идеально подходят мне по цвету. И пока буду их распаковать, расскажу, что это все-таки натуральный волос, то есть их можно окрашивать, завивать. Упакованный, кстати, очень хорошо называется. Попробую распакую. Тут их много. Слушайте, я их думала, тут две или одна будет, их тут прям дофига. И они на таких вот заколочках-гребешках. Да, получается на таких защелках. Сейчас попробую прицепить хоть одну прядь. Вот как их прицеплять, расскажите мне. И у какой-то блогерши я видела название видео, она тоже рассказывала про вот эти волосы. И, в общем, она назвала их волосы мертвой китайской бабушке. Я очень сильно тогда поржала, потому что, блин, да мне какая разница? Я тоже не какой-то там, не знаю, скептик. Я не верю в вот эту все фигню. Я их ношу эти волосы, значит, они мои. Даже если они раньше принадлежали мертвой китайской бабушке. Они точно-точно, как мои волосы. На общем, очень крутые волосы. Приятные, знаете, что они такие качественные. Потому что, если вы хоть раз держали в руках какой-то парик с Алиэкспресс или какие-то волосы с Алиэкспресс, вы понимаете, что, блин, это реально какие-то синтетические нитки. А тут реально крутое качество. Честно, я не ожидала. Мне, когда бренд это предложил прислать, я думала, господи, ну там какая-то фигня придет. Но прям не ожидала. Мне прям даже не стыдно будет сестре их отдавать. Если я вообще их буду, конечно, отдавать. Короче, нереальное какое-то количество. Действительно удлинить волосы, создать объем ими можно. Я сейчас надумала, если они будут плохого качества, перекрасить их в какой-нибудь там яркий розовый цвет и заплетать косички с ними. По-моему, это была бы прикольная идея. Но когда тут такой натуральный хороший цвет, то реально хочется носить их просто так. Слушайте, они даже мои длинные волосы удлиняют. Они шелковистые, гладкие. Я на них обязательно оставлю ссылку в описании, потому что такой крутой вещью грех не поделиться. Я добавила сейчас всего три пряди, получаете. Посмотрите, идеально сливаются с моим цветом волос. Правда. И самый большой плюс, что их можно красить и завивать. То есть у меня эта половинка, смотрите, так существеннее стало, гуще. Такой печальный каламбурный, мне кажется, я намертво прицепила волосы мертвой бабушки. Правда, мне не хочется их отдавать. Но поздно, потому что я вчера пообещала сестре, я сказала, что ой, мне там пришли волосы, мне они, наверное, не подойдут, там по цвету невозможно угадать. Ты же мастер, ты их покрасишь, там в какой хочешь цвет, я на свои волосы не жалуюсь, правда, но мы же девочки, всегда хочется чего-то больше и лучше. И у меня осталась последняя посылочка, она из интернет-магазина Матрешка. Каждое средство запаковано в индивидуальный такой вот пакетик с пупырушками. Я буду лопать пупырушки вечером. Мне кажется, можно отменять съемку видео. В общем, тут дофига всяких средств, смотрите. Я, наверное, еще... Я порезала сиси-крем. Я знала, что там внутри сиси-крем, и я порезала его ножницами. Какая же я свинья. Я его заклею скотчем, конечно, вот этот кусочек. Все равно обидно. Блин, ну тут цвет хороший. Вот свинья, реально. У меня был такой сиси-крем, да, это белорусская косметика Люкс Визаж, и это сиси-крем у меня тон 2 натуральный. Кстати, он был неплохой, то есть я уже, в принципе, могу вам высказать свое мнение о нем, потому что я его покупала, наверное, месяца 3 назад. У меня рядом с домом открылся магазин белорусской косметики. Да, это он. Этот малыш был у меня. Это реально хороший сиси-крем, если у вас нет никаких прям явных проблем с кожей, там, каких-то высыпаний, покраснений, потому что он все-таки такого натурального вида. Он не замаскировывает, там, знаете, с эффектом консилера или биби-крема, то есть он полегче. Еще один плюс, что у него есть защита от солнца, он достаточно жидкий. Я, если честно, люблю жидкие тональные средства, мне не нравятся тональники, которые, знаете, как сметана. Короче, я заклею это свое недоразумение и буду пользоваться им, потому что, да, он мне нравился, я его израсходовала, но просто потом на смену купила другой тональник, мне захотелось чего-то поплотнее. В принципе, тут вы сильно не прогадаетесь с оттенком, потому что сиси-кремы, они как бы подстраиваются под ваш тон кожи и конкретно даже у меня такая более загорелая кожа, мне вот этот 0,2 оттенок подходит идеально, то есть он сливается полностью с тоном. Я, наконец-таки, я, наконец-таки, я, наконец-таки, я, наконец-таки, расправила... Вы это слышите, да? Я, наконец-таки, расправилась с упаковкой. Тут две вот таких вот помады, блеск для губ, масло для губ, карандаш для губ и карандаш для глаз и такая вот милая палеточка теней. Давайте я прям сейчас все это протестирую и расскажу вам свое первое впечатление. Начну я, наверное, с помады. У меня оттенок 504 Cara. Очень нюдовый, очень натуральный, очень легко наносится, комфортный на губах. Насчет стойкости не знаю, я ее проверю. Супер идеальный оттенок. Уже сейчас могу сказать, что эта помада станет моим любимчиком, фаворитом. Я, если буду делать какой-то естественный повседневный макияж, обязательно буду ее использовать. Идеально подходит мне по оттенку. Такого цвета помаду нигде не могла найти. И это коллекция Pin Up Ultra Mat, то есть матовая помада. Но я не скажу, что она прям такая супер матовая, как, знаете, там, например, Lime Crime жидкие матовые помады. Нет, то есть она более комфортна на губах. То есть сейчас прошло уже действительно какое-то время, и она уже должна была немножко подсохнуть. Вот я такой эффект люблю. Никогда, знаете, полная матовость, такое ощущение, что ты карандашом губы намазал? Нет. А когда есть такое вот немножко увлажнение для губ. Сейчас, к сожалению, буду смывать ее, вот такая вот розовенькая, на самом деле, она, я думаю, прозрачное масло для губ. И я буду наносить его перед помадой. Очень мягкий аппликатор, который, знаете, не совсем жесткий, а принимает форму губ. Вот такие аппликаторы я очень люблю. Теперь я буду наносить помаду из серии Glam Look в оттенке 305. И, кстати, я уже сказала, что это все белорусская косметика, люкс визаж. Сейчас, на данный момент, меня очень качество удивляет. 305 оттенок, наношу его сверху масла. Но тут есть, знаете, немножко такой коралловый потон. ярковато. Предыдущая помада смотрелась на моем лице, наверное, более органично. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, это абсолютно не вульгарно и вполне себе такой носибельный цвет. И у меня тут еще есть блеск для губ. И блеск тоже от фирмы Luxe Visage из серии Glass Shine Volume & Care. У меня 10 оттенок. Сейчас буду наносить его на губы. Ой, какой у него приятный аромат! Пахнет арбузной жвачкой. И я, наверное, смою все-таки помаду, потому что тут потон такой коричневатый и покажу, как он выглядит соло. Блин, мне кажется, он не то, что не перекрывает, он просто совпадает с цветом моих губ. Какой же у него нереальный аромат! Блин, мне нравится. По-моему, очень приятное такое свечение. Он же когда-то закончит, да? Когда-нибудь он остановится. Конец рабочего дня. А он только начал. Очень хороший блеск. Вообще, знаете, такого люксового качества. Кстати, это такой прикол, потому что, в принципе, название фирмы Luxe Visage и такое люксовое качество. И у меня тут есть карандаш для губ в 54-м оттенке, и я его прям поверх блеска и хочу нанести. Я вообще люблю карандашики наносить поверх блеска. Я думаю, я так и оставлю, наверное, и остаток дня прохожу с вот этой вот красотой на своих губах. Напишите, что вам больше понравилась. Там первая помада, вторая помада или сочетание блеска с карандашом. Еще тут есть карандаш для глаз, черный. Я карандашами для глаз, если честно, сейчас не часто пользуюсь, потому что у меня нарощены ресницы. Я его протестирую хотя бы на руке. У меня ни один карандаш не рисовал такую тонкую линию. Выглядит так, как будто бы мне заплатили за этот отзыв. Я, по-моему, все хвалю. Карандаш действительно средней жесткости, и это, по-моему, самое идеальное, потому что слишком мягкие они отпечатываются. Твердые просто невозможно нанести на глаза, потому что ты их там должен растягивать глаз, чтобы хоть что-то осталось на нем. А это действительно вот такая вот твердость, которая, по-моему, всем подойдет и всем будет удобно. И у меня осталась такая вот палеточка теней. Тут четыре цвета из серии Glam Look и тон четвертый. И прямо сейчас я их и нанесу на глаза. Но использовать я, конечно, буду не тот аппликатор, который идет в комплекте, потому что, о божечке спаси, кто вообще наносит с помощью него тени. Тут очень красивый такой персиковый оттенок. Давно хотела попробовать персиковые тени, не знаю, почему их не покупала. И буду наносить прямо без базы на голое веко, чтобы все было честно. Посмотреть, какая действительно стойкость, какая пигментация. Сразу могу сказать, что тени пылят, но это не критично. Нанесу на второе веко. Мне потом все-таки еще в люди выходили, знаете? Ни разу не пользовалась персиковыми теняшечками. Прикольно. Мне кажется, это еще голубоглазым подойдет этот оттенок. Теперь вот этот вот темный оттенок я нанесу на внешний уголок глаза. Очень хороший оттенок. Мне кажется, его можно использовать и для бровей, потому что в нем нет какого-то такого рыжего подтона, такого коричневого. Он такой холодный. Вот так вот выглядит внешний уголок глаза с этими тенями. По-моему, очень достойно, очень неплохо. Кстати, очень хорошо тушуются, потому что я подготовила специальную кисточку для растушевки. И она мне, как видите, не понадобилась. Тени прекрасно растушевываются и без нее. Теперь во внутренний уголок глаза нанесу самый светлый оттенок. Немножко буквально подсвечиваю внутренний уголок глаза с помощью этих теней, чтобы взгляд был, знаете, такой более свежий. По-моему, очень натуральный получился макияж. Напишите свое мнение в комментариях. Мне кажется, что на каждый день вполне неплохой такой себе лук. В общем, подводя итог, могу сказать, что все, что мне сегодня прислали, действительно классное. Я там очень удивилась качеству волос. Мне понравились аксессуары для макияжа, мне понравились бальзамчики для губ, которые шли в комплекте. И, конечно, я в восторге от белорусской косметики. Хочется сказать большое спасибо производителям, что все-таки на постсоветском пространстве делают действительно хорошую косметику. За это вам большой респект. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И, конечно, не забывайте ставить большие пальцы вверх, чтобы я быстрее выпустила следующее видео. Ну, а с вами была Алина. Увидимся в следующем видео. Пока!